Девочки, всем привет! На улице солнышко, погода в принципе хорошая. На балконе как-то прохладненько, но у нас там еще солнца нет. День красивый. Мои уже вышли, я вышла только что. Знаете что, девочки? Они встали сегодня, не знаю во сколько, но в полвосьмого встали мы. Время 12. Мы едем на дачу, но перед дачей... Подожди секунду, хорошо? Перед дачей мы сейчас поедем. В общем, нашли столешницу метровую. Леша позвонил, сказали, что есть две штуки в наличии. Душно. На солнышке. И в общем, едем. Она стоит по-моему 1500, да? 1570. 1570. В общем, короче говоря, метровая это много. Ну, теоретически можно, это все равно на первое время. Потом стол будет 90 сантиметров. Но я хочу заехать в магазин Визит. Я вам его показывала, клеенку как-то там покупала, какие-то... Это хозяйственный магазин, там чего только нет. Ну, такой прям... В общем, короче, хозяйственный магазин. Леша говорит, что там столешницы нет. Я говорю, почему нет? Он говорит, ну, потому что у них даже сайта нет, потому что такой магазин. Я говорю, ну, там балясины есть. Там деревяшек очень много всяких разумов. Он говорит, столешница. В общем, короче говоря, едем сейчас визит, хотя это не по пути. Леша нервничает. Но он говорит, давай на обратном пути после того магазина заедем. А я говорю, а смысл ехать? Если там метровая есть, да, ее... Либо мы ее купим, либо мы ее не будем, потому что визите есть на 90. Ну, в общем, едем в визит. И потом в новострой. И, девочки, все время хотела спросить, кто делал когда-нибудь заказ на сайте Алибаба. Ты знаешь такой сайт? Ну, как Алиэкспресс, то же самое. Слушай, ну, почему-то написано оптовые продажи. Я не понимаю. Я давно, я просто про него не говорила. Да, я давно там нашла торшер. На лаконичный, на ноге. Но снизу не блин, а просто полукруг. Я вставлю, короче, картинку. И столик. Вот он мне нравится. Но я сколько не зайду на этот сайт, и мне постоянно его вот выкидывают в рекламе. Вот он постоянно писан оптовые продажи. И я не понимаю, оптовые, не оптовые, девочки. Скажите, пожалуйста, по поводу вот этот вот торшер. Мне нравится. Леша его даже не видел. Я с ним не обсуждала, как увидела оптовые продажи. Сразу думаю, а смысл тогда? Вот, напишите мне, пожалуйста, кто делал заказ. Там я укладывалась. Представляете, я укладывалась. Потом пошла белье постельное вешать в этот, на балкон. Запуталась там. Ну, в общем, веревки у меня были спущены. Решила не с того начать. И у меня пододеяльник на голову упал. Я наоборот, в другом порядке начала. И вы представляете, что у меня на голове, девочки? А было красиво. Честно. Ладно, все, поехали на дачу. Всем хорошего дня. Пока. Ой, блин, пока. В смысле, пока? Не пока, не пока. Поехали. Короче, Леша мне сказал, иди. И они остались в машине. А почему же сегодня говорит, ты же сказал, вместе пойдем. Не в этот месте. Там все равно ничего нет. Поэтому пойду одна, посмотрю. Девочки, столешницы на 80 есть много где. На зоне, вообще во многих магазинах. Вот на 90 нет. Но у нас опора такая, что на метр она может заваливаться. Я, потому что мы продавали. Я же заказывала через свою работу эту столешницу. Ой, эту ногу. Опору. Вот. И она получается, что 90 самое то по размеру сама столешница. 80 маловато. Ну, короче. Пойду, зайду, посмотрю. Ну, помните, я уже здесь была. Здесь много всего. Много всего. Мне кажется, я вообще хотела, чтобы Леша мне из двух фанер... Ой, Господи, врезалась. Врезалась в лопату. Из двух фанер взял бы, склеил. Ну, два круга вырезал и склеил. Он говорит, что это фигня получится. Здесь видите? Я говорю, ну, это дешевле. Он говорит, а фанеры-то сколько стоят? Я говорю, ну, они разные куски. Ну, как бы, да. Видите, они даже какие маленькие. Так. Что, что, что? Столешницы пока не вижу. Листик USB. Листик, девочки, ОСП. 660 рублей. Вы посмотрите, размер. Метр 25 на 0,83. Вообще. Где вообще балясины? Я вчера посмотрела балясины в Аксоне. Там цены, космос, девочки. Мне чуть дурно не стало. Раньше они здесь были, а вот они. А там по 600 рублей. Ну, немножечко другие. Такие тоже есть. Вот не помню. Подорожали. 90 рублей стоили. В два раза, девочки. Я просто помню, на крыльцо смотрела. В прошлом году. Пойду я, наверное, спрошу лучше. Чем я буду сейчас искать. Клеёночки красиво есть. Клеёночки. Так, ну, красиво это в моём понимании. Практически без рисунка. Так. Я, наверное, кручу. И вы толком не понимаете, да? Куда пойду, спрошу. Видите, здесь всё есть. Здесь жгут. Ой, как вот? Жгут же, да? Или как он? Всякие разные. Канат. Жутов. Вот. У меня вообще здесь девочка знакомая работала. Работала. Нет, наверное, нет. Лёша скажет, я же тебе говорил, только время потратили зря. У кого спросить-то, блин? Все заняты. Гвоздикин развес. Вы успеваете смотреть? Потому что я как бы вне камеры смотрю. Девушку видела. Видела, видела. Она куда-то ушла. Блин. А подскажите, пожалуйста, у вас есть столешницы круглые? Нету, да? Нет. Спасибо. И заказать нельзя, да? Всё, девочки, уходим. Уходим. Она видела, что я снимаю в кассе. Она так на меня смотрела, запретить не может. Блин. Ну, я прямо взгляд кидала на неё. Она крупная девушка? Ну, симпатичная. Мне вообще, знаете, это лирическое отступление по поводу того, что очень много крупных и красивых на лицо. О, очень много. Я вот обращаю внимание, говорю, блин, девчонки, что мы так себя запускаем? Слышите? Мы. Мы, девочки. Ну, как бы, да, я в том числе. А как же ж? Иначе-то. В общем, ладно. Поехали дальше. Потому что это всё лень. А если не лень, мы как бы знаем, что мы и так красивые. Но то, что это вредит нашему здоровью, это малого волнует нас. А ещё, то, что... То, что размеры... Ну, одежда корявая, да? Нас это не смущает. Мы переживаем по этому поводу. Ну, я как и все. Ну, я что, что? Не нормальная, что ли? Ну, ничего мы для этого делать не хотим. А надо, девочки. Ну, не знаю, может, у меня ещё переклиник на интервальный. Я только на интервальный. А мне это удобно, и оно реально работает. И я не голодная. Ну, что, дорогой мой, поехали. Нету. Заметались. Машина там разворачивается. Они заметались. К этой машине хотели подойти. В общем, мы подъехали к новострою. Через весь город практически ехали. Я здесь впервые. Слышать слышала, но ни разу не видела, где он находится. Далеко, девочки. И вот я мозгами-то понимаю, что мы, в принципе, зря сюда приехали. Потому что эта столешница, блин, ветер дует, она метровая. И получается, что стол будет заваливаться, и больше места будет занимать. Вот я понимаю, как бы, что вроде бы и нет. Короче, я сейчас договорюсь, если нормально она, ну, чтобы её взять и посмотреть, ну, на дачу привезти, если что, вернуть. Потому что приложить и посмотреть, будет заваливаться или не будет. Ну, как бы Лёша уже настроился. Долларов? Да. Не могу сказать. Сколько она может туда? Докого миллиона, наверное, да? Рублей. Подожди, Федюш. Я не могу сказать, сколько рублей. Ну, может, миллион рублей. Мне это кажется. Может, 800 тысяч. Пойдёмте, зайдём. Я прям, ну, переживаю, что... Блин, почему 90 нет? Может, заказать можно? Ну, нужна 90, девочки. Я знаю, что вас достало. Ну, сама переживаю по этому поводу. Упс. Цивильно, я думала. Как-то это не так. Ну, реально нормально, да? Большой. Мой с другой стороны заезжали. Прямо такая площадь большая. А, хотя... А, ну, большая. Ой, сейчас я здесь зависну. Мне кажется, здесь для дачи. А так вот нельзя приходить, да? Да. Обратно надо в другом месте. Мам, смотри, что делать. Так, девочки, если... Федюш, давай не будем, а, сынок. У тебя грязный ботинок. Ну, если ты спать, то потом деньги будем давать. Всё правильно. Вы мне когда пишете, что вот если сломают вещь какую-то, так девочке мы заплатим. Вы что думаете? Я ещё до знакомства с мамой Василисы... Василисы, господи. Василины. В общем, так получилось, что упал её телефон. И, по-моему, это сделал Арсений. Он положил на площадку. Как она всегда кладёт. В общем, там есть полочка. Но он положил... Не очень аккуратно телефон упал. У неё айфон. Естественно, я сразу Василину погнала к маме. Ну, я посмотрела, то ли эта плёнка... Ну, не отдирала. Вот. И, груди, спрашиваю у мамы, сколько это будет стоить. Вот. Ну, как бы понятно, да, что... Если он разбыл. Хотя никто не понял, как. Но последнюю держала Арсений, и он упал телефон с этой площадки. Хотя так кладёт только Василина. Ну, я вам потом покажу, если не забуду, какая разница. Там есть такие. И, короче, прибегает. Она говорит, ничего страшного, это защитная плёнка. А так мы готовы были. Ну, блин, если наш ребёнок это сделал... У нас и с Верой всегда так же. Не сломай только. Ну, кто-то. Я еле, она мне... Ну, а вон я нашла, кстати. Кстати, это 80, девочки. А, нет, это метр. Визуально он прям классный. Я бы его пропитала этой... Как, ну, забор у нас покрашен. Хотя, может, и нормально будет. В общем, у нас... Я не договорилась, Вера всегда так. Не сломай. Ну, понятно, что если кто-то из нас сломает, то мы без разговора купим много. Федя, 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 Федя. Нет, давай мне руку. Всё. Я, конечно, всё понимаю. А сколько здесь эти балясины стоят? Я тоже хочу. Нет. Так она же не ступенька. Она просто упадёт, и всё. Мама. Не надо. Мама, я хочу ступеньку отдать. У нас отдать, и у того и кашля. Балясина. Полуступенька. Не увижу, наверное, сколько стоит. Мне просто интересно. Вы видите? Ладно, неважно. Это, слушай, она небольшая. Потому что ты на большой площади находишься сейчас. А в доме плюс ещё вот так вот стулья будут. Я просто на четыре части разделил. Нет. Она небольшая, но нога выдержит ли нога? Я тоже изначально хотела метро. Нога может заваливаться, понимаешь? Тяжёлая? Да, килограмм десять, наверное, она весит. Мама. Что? Можете ли вам отдать второй этажный дом? Давай хотя бы первый доделаем. Ну что, будем дом... У нас отдать домик, и в этом этажный? Слушай, второй этаж мы не будем делать, но побольше домик, может быть, сделаем. Ну хотя, Федь, у мамы мнение меняется с этой лестницей. Я хочу всё это есть. Всё, ладно, Федюнь, давай. Надо спросить, можно ли её будет вернуть, если мы её... Ну, не будем плёнку снимать, ничего. По идее, тогда почему нет? Один дом доделай? В течение двух недель. Я так думаю, девочки. Здесь вон полукруглый. Восьмидесятые. Я ещё, знаете, вот если не этот торшер, который со столиком, я ещё думала лаконичный торшер, и рядом кругленький столик для, ну, диванчика. В том углу, и на него цветочек можно поставить. Федь, мы её это брать не будем. А это на восемьдесят, она вообще маленькая. Ну, маленькая. Плюс у нас ещё Вика, плюс если кто-то придёт. Не, метровая она самая, то девяносто средний вариант. Нет, мы её не берём. Всё, клади, Федюш. Триста двадцать. Тут прям, я прям хочу её. Ну, может быть, на балкон. Ну, ладно, это вообще не хочу даже думать об этом. Федюня. Думает. Лёш, иди оплачивай. И спроси, можно ли будет вернуть. О, печка. Девочки, вам, кто любит круглые столы деревянные, как идея. Столешница, тысяча шестьсот пятьдесят, да? Ну, это просто как вариант, да? И вот здесь есть ещё подстолье. Деревянное двойное, так двойное. Оно, наверное, вот так. В одну сторону, говорю, крестовина. А, а здесь ещё другое. Ну, две пятьсот. И получается стол четыре тысячи. Его можно покрыть чем угодно. Потом там маслом, лаком, я не знаю. Это просто, девочки, вам как вариант. Кстати, буду как-нибудь дома забыла вам показать один раз. У меня тоже вариант брючницы. Брючницы стоят на Азоне нашла. Где-то в районе двух тысяч. Самую дешёвую, такую выдвижную. А у меня была идея сделать брючницу самой. И, короче, вот, ну, я думаю, как мне Лёше её объяснить? Ну, я бы объяснила. Но думаю, может, на Ютубе есть. Значит, ввела брючница своими руками. И да, представляете, то, что я хотела. Я увидела, что мебельщик один делает. Хотя этого мебельщика, я знаю, я на него уже попадала. У меня же много идей приходит в голову, что я хочу сделать. Ну, забиваю, и он тоже. У нас с ним мысли как бы схожи. И нормально. Я бы там, конечно, получше бы немножко сделала. Ну, поинтересней. Но у него прям хороший вариант. И с штанги выдвижной. Вот, к примеру, доска. Ну, сделать ящик выдвижной. А можно просто доску, чтобы штанга выдвижная выдвигалась вот так в ряд. И там брюки можно вешать. Ну, как идея вообще классная. Но я подумала, что я заморачиваться не буду. Потому что, если 120 рублей стоит эта штанга выдвижная, да, вот, которую я детям в комнату хочу, в шкаф, то получится так, что, если 10 брюк повесить, 1200. Да, но это будет самодельно, ну, как бы по-колхозному. Ну, в районе 2000 лучше уж тогда нормальную брючницу с телескопическими направляющими. Ну, как-то там шариковые, по-моему, стоят. Вот. Короче, девочки. А, кстати. Эй, какой кот. Какой кот. Девочки, смотрю, вместе с вами. Мы такие велосипеды тоже продавали. Я все хотела себе, хотела. Подружка у меня домой взяла. Он чуть меньше был. Взяла. Ну, я к ней приходила, блин, классно. Ну, а у меня некуда было поставить. Смотрите, какие стулья широкие. А, 1900. Ага. А то, смотрите, такие троны. 810. 1900. Зонтики, столики. Ой, лавочка. 19200. Угу. Хорошая лавочка. В смысле на втором этаже? А папа-то где? А вон папа. Сейчас, девочки. Смотрите. Умывальники. Ну, которые нагреваются. Можно посуду помыть. Но я не хочу так. Я все-таки хочу нормально. Мне некуда такое ставить. Я к чему? Я без очков-то, девочки. Ценник. Я думала, 1300. Ну, с чем-то. 4. Это я нет. Я еще включилась такая. Думаю. Скажу. Покажу. За 1000 рублей-то. Чего бы не купить? Я место сразу найду. Угу. Конечно. 4,5 тысячи. Слезай. Слезай оттуда. Не, думай, только сесть. Вчера в ОКе были, девочки. Как там дети себя вели? Вот не надо мне только писать. Нормально ведут. Все. Главное, тихо. Как там дети бегали, визжали, кричали на весь магазин. И никто вообще никому слова не говорил. Не садится. Красивая расцветка. Прованс. Я вот Прованс люблю. Федя, здесь заходить выходить нельзя. Федя. Потому что здесь красненькие такие. Стоп. Видишь? Я уходи сюда. Ага. Почему я уходи? Потому что нельзя. Так я что говорю, что Прованс, Прованс для частного дома люблю. Нет, Федя, хватит, хватит. А вот для квартиры, ну, не хочется мне никакого Прованса, потому что там не разгуляешься. Снимаемся. Классно. Я люблю смотреть, но не хочу ничего. Люблю смотреть, но не хочу ничего. Девочки, вот горшки. Короче, что я хочу сказать. Магазин, конечно, специализируется, видимо, на другом. Какая классная штука. Я бы мусорку сделала. Урну. Урну бы на дачу. Какая классная. Но она, наверное, дорогая. Не знаю, сколько стоит. Короче, дорого стоит. Не знаю вот насчет вот этого кашпо. Ну, тоже, мне кажется, рублей на 300 прям дороже, чем в Леруа. Металл. Вот эти вот. 800. Недавно я смотрела, где-то цены совсем другие были. По-моему, у нас в Кенгуру. Я в шоке. А вот столешница круглая нет. Хорошая цена. Что? Я хочу себе самокат покрасить. Пошли, Федя. Можно покрасить? Нет. Папа пошел в машину столешницу убирать. Пойдемте. Федя. Федя, со мной. Один раз поднимешься и спустишься с другой стороны? Вот здесь уже. Ну, давай. Давай. Не бегом только. Иди спокойно. Иди. Иди с ним сходи. Иди. Не пойдешь? А? А, поняла. Поняла. Пойдем. Девчонки, сейчас вам что-то покажу. Пойдем. Не, я не буду подниматься. Пойдем. Спустись. Здесь лестница. Вот еще одна. Сейчас он там будет. Девочки, в озону, в озону, в озону. Видите, в озону? Где Арсений-то? Где он? Что он там? Передумал? А чего ты там-то не вышел? Я ушла, сынок. Все, как хочешь. Привет, привет. Иди, пока я здесь. Иди, иди, тебе полезно. Иди. Иди, сынок. Пока я здесь, иди. Ты глухой, что ли? Люди выходят, одни, вторые. Говорят, здесь там цена 300 рублей. Ну, на что-то. Здесь 500. Другие идут, говорят. Блин, здесь так дорого. Девчонки, реально дорого. Выходи, я спускаюсь уже. Ну, надо прямо его, надо ждать. Пойдем. О, плитку сейчас гляну. Пол-видео, как Арсений спускается по лестнице. Ой, а ступеньки-то высокие достаточно. Ну, мне как бы не особо как-то. Ну, почти, да, в магазин надо заехать. Что тут с ценами-то вообще ничего не понимаю. И увижу. 80 рублей, плиточка. 85. Ой, мне не глючит вообще. 80 рублей. Это дорого. Фигура крокодил. О, 2 550. Ну, вот мне... Я, подожди, да. Досмотрю с девочками. Вот, 1200. Можно из 5-литровой бутылки такой сделать. Ну, в принципе, можно заморачиваться. Мне кажется, сейчас цемент и песок стоят, блин, дороже. Это надо еще найти. Это для меня большеват. Да, я видела. Па, смотри, я хочу. А вот такие две когда-нибудь можно, слушайте. Видите, здесь деревяшка, в принципе, нормально стоит. Бетон тоже мне вот понравилось. Классно. Это получается 2 500, а там отверстие есть. 2 400. Крокодильчик. Так, ладно. 1150. Мам, я хочу, чтобы у нас дома вот такая лестница была. Вот такая лестница у нас дома. Отличный. Отличное желание. Спросила я сейчас у девушки по поводу того, можно ли заменить, ну, спутолешницу сдать. Да, в течение двух недель. Ну, мне прямо, я могла у Леши спросить, но я спросила, спрашиваю, ну, мало ли он не спросил. Ну, я думаю, что спросил. Можно прыгнуть? Не нужно. Дорога на дачу. Дай мне руку. Сейчас нырнешь. Пойдем. Мама, а если бы я так в бассейн нырнул? Если бы что? А если бы я так в бассейн нырнул? А, ну, научишься плавать нырнешь. На прям там. Ага. Все, садись в машину. Девочки, вот за этой машиной едет Волга 21. Возможно, она, возможно, не она. Но хотела вам показать, какая машина у нас была на свадьбе. А попробуй-ка вот так вот. Не видно тебе? Не увидишь? Ну, немножко не считается. Сейчас, если это повернет, а та не будет, тогда увидишь. Если вот это повернет направо, а та прям поедет. Мы тоже, нам прямо надо. Покажу вам, какая красивая машина была. И причем атласные ленты были зеленого цвета. У меня же свадьба была Лайм и Фуксия. На ней были атласные ленты зеленого цвета. И орхидеи фиолетовые, ну, такие вот эти фиолетовые, розовые, не знаю, искусственные ветки. Помните, я цветочки оттуда поотрывала и приклеила к этим лентам. Все было очень лаконично. Вон она. Вот. Все было лаконично, красиво, ничего лишнего. Только на капоте вот эта лента с цветочками. Нет, номер не тот, тот был 555, по-моему. А, я не помню. Или 333. Ну, какой-то, вот эта машина у нас была на свадьбе. Мы ее можем, не можем? А тут движение только одна полоса, да? Ну, вернее, как бы две полосы, но... Красивая очень. Леша едет максимально близко, девочки. Но не получается показать пока. Я прям хочу выпрыгнуть и выбежать, и вам ее сбоку заснять. А еще и лучше спереди. А что, нельзя? Ну, правда, за нами там вереница из машин стоит. А знаете что? Я сейчас сделаю это, потому что сейчас светофор закон... Ну, будет светофор, проедут машины. Мы не успеем на следующий светофор, и я выбегу. Покажу вам. А что нет-то? Да? Если он не свернет никуда раньше времени. Не, нифига, зеленый горит, горит, блин, прям... Прям горит. А мы едем по нашему маршруту, или ты за ней уже едешь? Снимаешь? Снимаю. Леша, я бы... Лучки, классно. Голоса на мокром месте. Короче, Арсений говорит, а нас, говорит, не было? Я говорю, не было. И, представляете, мы приехали в ЗАГС, да? Вышли, я была в ярко-зеленом платье. Леша, в джинсах рваных и в розовой рубашке. Пупсия. Блин, громко, да? Вот. Но это было так нарядно, у меня букет яркий был. Да, блин, девчонки, она была самая красивая. У меня были волосы приделанные, приделанные. Ладно, фотку, если не забуду, ставлю свадебную. Потому что, ну, многие... Кто-то смотрел, кто-то смотрел. Она у меня убрана далековато. Ну, не знаю. Покажись фотку. Она у нас стояла в той квартире над аквариумом, в коричневой рамочке. Ну, покажу как-нибудь. У меня было глубокое декольте. И волосы были на заколке приделаны. Длинный цвет моих волос. Блин, классно. Хотела свадьбу 13 сентября. Но это был, по-моему, то ли понедельник. Ну, в общем, не получилось. И у нас свадьба была 6 сентября. Ну, цифру 6 я тоже люблю. А гости у нас были все в черно-белой гамме. И тамада был в смокинге. Классно было. И тамада был такой, ну, в Иванове. Достаточно дорогой. И сейчас он уже не в Иванове, а в Москве ведет. Вот, активный. Как его? Дима шиповал или шиповалов? Что-то типа этого. Шиповал. Вот. Такой, в общем. Я прямо... Мы с ним договорились заранее. Месяца за три прям я его нашла. А, мы встретили... У нас еще танец был. Мы ходили репетировать танец. Бачата. Бачату танцевали. Угу. Только я танцевала, тренировалась в этих... В макосинах. А девочки... Ну, ночью мы с Лешей решили потренироваться. А я была в таких туфлях на платформе в розовых. И, представляете, потренироваться, блин, короче. Ноги обступала ему, потому что они тяжелые. Это вообще... Уже даже ночью дошло до того, что, короче, я заревела, там, свадьбы не будет. Он говорит, все, а не будет. Я говорю, нет, будет. Гости приглашены, отметим, потом разведемся. Ну, короче, прикольно было, да. А еще у нас торт был, муляж, который ронял свидетель. Ну, у нас свидетелей не было, не свидетель, ну, товарищ, да. Вот, ронял большой торт, тоже в этом же цвете, все. 500 рублей мы за него заплатили. Он такой маргариновый, ну, только форму, чтобы держал. Ну, красивый, яркий, красивый. И, типа, уронили торт. Вот, типа, я испугалась, хотя я сама это прекрасно знала. Все за меня переживали, за мою реакцию. Она же у меня непредсказуемая. Все, когда он уронил, они все сразу смотрят, короче, на меня. Вот, ну, а потом вывезли красивый, лаконичный, тоже в таком же цвете, двухъярусный, красивый тортик. Ой, да, классно было. У нас были фотографии, у нас не было видеографа. Был фотограф. И этот фотограф очень подвел. Мне его порекомендовала, ну, как порекомендовала Настя, которая мне ногти делает. Вот. И она его, ну, я посмотрела их фотографии, вроде бы норм, но их мне не особо понравились. А, в общем, я смотрела, сейчас быстренько-то говорю, ну, его портфолио. И там были моменты красивые, которые девочки, но на самом деле фотографии были отвратительные. Вот. И он мне обещал сделать альбом, такой типа книжки, и не сделал. Он запил, и все. И потом, что у нас было в компьютере, что кто снимал, мне накидали. Вот. И получилось так, что у нас накрылся компьютер. То есть у нас нет ни детских фоток, ни свадебных. Вот. Вера снимала на видео. Да. Но она не знает, где этот диск. Она сделала что-то там под руки вверх танец. Ну, не важно, что она там сделала. Она говорит, я не знаю, где диск, потому что она потом переехала. Вот. Из Саратова. Из Саратова приехали к нам на свадьбу. Еще с бывшим мужем, с Витей. Вот. Приехали к нам на свадьбу, да. Но она такая, за любой кипиш, кроме голодовки. Вот. И, ну, прикольно было. Едем, девочки. На дочь. Что? Чего? Все потом слышали. Да. Федя говорит, мама, вы что, торт уронили? Это я просто к чему? Что я с вами общаюсь, а они все равно слушают, понимаете? Потом спрашивают все. Мама, кто уронил? Дядя уронил, когда выносил нам торт. А свечой? Нет, там свечек не было. Просто торт для гостей был. И его уронили. Ну, да. Сначала было так, все испугались. А потом было смешно. Мама, знаешь, как еще было смешливее? Если бы прям вот так вот взяли торт и прям вот так. В лицо, да, маме? Было бы смешно. Да. А маме не смешно. Но это как, знаете, что вспомнила тоже. Я ходила на макияж. Букет я сама собирала. Букет собрала и поехала на макияж. А, нет, вру. Сначала на макияж, на волосы. Вот две девочки приходили. И, кстати, на свадьбу мне делала прическу девочка. Помните, я как-то, мы стричься ходили. Стричься с мальчишками, вот все втроем. И она крикнула Оксана. А я говорю, ой, Ален, я тебя не узнала. Вот она мне делала. А макияж мне делала другая девочка. На самом деле, я бы сделала лучше. Ресницы я красила сама. Брови она мне в рыжину накрасила. Ну, ладно, минус. Ой, ну, минус, нюанс такой. Фиг бы с ним. А вот тон нанесла, очень толстый. И она сказала, что, Оксан, когда на свадьбу будешь там полисать туда-сюда, это будет маска съезжать. Заходишь в санузел, поправляешь это все, приподнимаешь. Хотя у меня кожа-то нормальная сама по себе. В общем, короче, я там все потом в итоге вытерла уже потом. Вот. Короче, классно было. Леша в магазин пошел. Девчонки такие красивые, да, все такое розовенькое. Вешают, ну, 15-го числа скидка. Я говорю, написано. Наши вакансии директор магазина, товаровед магазин, старший продавец, продавец. Стань частью семьи Магнит. Ага. Только, блин, постоянно сейчас вообще во всех Магнитах, девчонки меня эти знают. Ну, их снимать не буду. Сейчас эти, во всех Магнитах вообще все требуются просто нашей семьи. Из семьи не уходят, а из Магнитов бегут. Хотя у них повысили зарплату. У них час стал 130 или 135 рублей. Разбогатеют, блин. Так они работают, как эти лошади. Везде, я понимаю, девочки. Я все прекрасно понимаю. Поэтому, как бы, туда добавить нечего. Ну, типа, стань частью семьи Магнита. Ага. Так что, вот так что. Девочки. Сейчас вот на Благово в Сабинова заходила. Сабинова. Короче, не важно. Заходила. Захотела крыльев? Давно не ели крылышки. Прям очень захотела. Офигушки. Она говорит, с утра прям разобрали. Ну, мы бы еще дольше спали. Но она говорит, и немного привезли. Не хотим ездить, искать. Бедра взяла. В общем, не в этом суть. Сегодня, когда ехали, Арсений говорит. Пап, мне показалось. Ну, типа, ты видел или не видел. Багажник в машине открытый. Я еще про себя подумала. Да, ну, кого угодно может открыться. Ну, как бы, теоретически. Хотела сказать, не стала говорить. Что вы думаете? Сейчас пакет поставила. Поехали. Я еще закрыла багажник. А там на полочке, не знаю, видно, не видно. Вон, столешница эта лежит. Закрыла багажник. Проверила. Ну, так, немножко дернула. Поехали. И что-то звук какой-то. Я говорю, Леша, багажник открылся. А мне не видно. Он смотрит на панели. Он говорит, да. Как ты, говорит, закрыла? А я говорю, а все, не вот ты как раз сегодня говорил. Багажник открытый. Вот и у нас. Там машина, говорит, другая была. Я говорю, а у нас что, не машина, что ли? Вот сейчас бы вывалилась бы эта столетия. Но она бы не вывалилась. Потому что я же как-то открыла. Я даже про нее забыла, если честно. Вот. Прям погода хорошая. Разгулялась. То и переживала. Ну, к вечеру, да. К вечеру прохладно. Так прям хорошо. Хорошо прохладно, девочки. Едем, да. Едем на дачу. Они не знают. Подруга их уже позвонила. Вот. И я говорю, скоро будем. Пусть они приедут, мне позвонят. Или придут. Я забыла. Я говорю, ладно, ладно. Василина звонила. Откуда ты знаешь? Она мне звонила. В смысле, откуда я знаю? Мама на даче? Да, они приехали с мамой. Ну, в общем, девочки, едем. Девочки. Арсений говорит, мотоцикл. И там дед с бородой. Я говорю, где? Ищу вот здесь вот. Ищу, ищу, ищу. Он говорит, да мам, в зеркало посмотри. Я говорю, в какое? В то? Он говорит, да нет, вот в это. И он увидел в зеркале байкера с бородой. Я говорю, откуда ты знаешь, что типа дед? Ну, потому что борода и типа седая. И я повернулась. Да, там действительно, ну, мужчина в возрасте в таком. Ну, в преклонном. Ну, то есть, может быть же парни тоже с бородой быть, правильно? Вот. Короче говоря, увидел девчонки. И вы понимаете, я какая-то курица по непосредственным сторонам. И нигде нет. Девочки, заехали в строительный материал. Это уже у нас здесь, ну, короче, недалеко от дачи. Леша за углем пошел. А я подошла, но забыла вам показать, ну, забыла телефон. Хочу показать просто плитка. Вот сейчас же мы смотрели плитку. 85 рублей, да? Я просто не помню, какой там был размер. Но здесь, значит, плитка. Я знаю, что зависит от размера и от толщины. Ну, вот там вот по 41 рублю. Ну, допустим, это не та. Так, где я только что видела? Вот так печет солнце прям вообще. А, ну, вот здесь 65,50. Вот такая же плитка, скорее всего, была. Здесь 73. Ну, то есть здесь в любом случае дешевле. Они, насколько я помню, делают скидку. Потому что я спрашивала тогда. Типа, скидку сделаете? Поехали. Вот, ну, представляете, ну, это вот кажется там 20 рублей. Ну, плитки-то сколько нужно? Сколько это? Тысячь в итоге выйдет? Такой зелененький, хорошенький. Ну, что, девочки, едем на дачу? Наконец-то! Времени 2 часа. Блин. Простите, что рука. Я обычно... Вот я сейчас наушник просто держу, музыка играет. А обычно... Ой, как красиво. Двумя руками держу. Ну, не так трясет. А здесь вот одной получается. Маша мне говорила, что лучше селфи-палкой пользоваться. В грудь упираться. Ну, в бок, в грудь. Рукой. Ну, той, которой держишь телефон. Ну, извините. В общем, что? Заканчиваю влог. Начну тогда уже следующий. Потому что, наверное, долго с нами гуляли. Вот. Спасибо, что были с нами. Всем пока! И всем пока! Всем пока!